ПЕСНЯ Сказал Господь, старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец, Бог. И так сказали Ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. На это сказали Ему, какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе, что ты делаешь. Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть Тот, Который сходит с небес и дает жизнь миру. В сегодняшнем евангельском чтении Господь Иисус Христос открывает нам ответ на тот вопрос, который, наверное, беспокоил и беспокоит каждого верующего человека. Что такое дело Божие, и как человек может творить дела Божие? По словам Христа, дело Божие – это прежде всего вера в Того, Кто послан для нашего спасения, самим Богом. А значит, дело Божие – это вера в Господа нашего Иисуса Христа, вера в Бога, Который ради спасения человека Сам стал человеком. По замечанию святых отцов, подлинная вера во Христа – это не просто некая уверенность в историчности Его бытия. Подлинная вера во Христа предполагает немалые усилия со стороны самого верующего. Верить во Христа – это значит раскаяться в совершенных греховных делах, отказаться от эгоистических стремлений к удовольствиям, славе, богатству, почестям, и починить себя и всю свою жизнь исключительно воле Божьей. К сожалению, слушателям Христа было еще очень далеко до такой веры, и именно этим объясняется тот факт, что иудеи, в конце концов, так и не приняли Христа. Иудеи, возможно, и признавали некую исключительность или даже особенность Христа, но понимали ее только с весьма узкой, меркантильной стороны. Они полагали, что Мессия принесет им земное торжество, что Он воцарится над миром и, естественно, даст иудеям все желаемое. А Христос говорит о совершенно ином. «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». И этот ответ, естественно, не устраивает иудеев. Множество чудес Христовых так и не убедили иудеев в его мессианском достоинстве, и в итоге они требуют новых чудес. «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы уверовали и поверили тебе, что ты делаешь?» При этом иудеи вспомнили своих предков, которые во время 40-летнего путешествия в землю обетованную удостоились чудесного питания манной, или, как она именуется в псалтыре, хлебом ангельским. По замечанию святых отцов, иудеи требуют чуда, чтобы насладить чрево, не обращая при этом внимания на то, что дух остается голоден. Питаясь в Синайской пустыне, манной и перепелами, иудеи стали воспринимать эту пищу как норму. Они даже стали думать о том, что эта пища дана им самим пророком Моисеем. Однако Моисей не имел к ней отношения. Все, что происходило с иудейским народом в период их странствования в пустыне, было продиктовано богоизбранностью этого народа. Бог избрал один народ, народ иудейский, для того, чтобы из этого народа со временем произвести Мессию Христа. Но в итоге богоизбранный народ стал народом-богоборцем. Иудеи, так долго ждавшие Мессию, к сожалению, не смогли его опознать. В конце сегодняшнего Евангелия Господь Иисус Христос указывает на одно очень важное условие, благодаря которому человек может приобрести бессмертие. Пища, которую ели в пустыне иудеи, несмотря на ее сверхъестественное происхождение, все-таки не меняла саму природу человека. Человек все так же продолжал умирать. Христос же, которым иудеи не просто пренебрегают, но и даже желают его убить, предлагает человеку несравненно более высокую пищу. Есть только одна пища, которая приносит пользу и телу, и душе. Это святая Евхарисия. Тело и кровь Христовы. Евхарисия – это тот хлеб Божий, который сходит с небес и дает жизнь миру. Помню об этом, мы должны стараться как можно чаще приступать к Евхарисии, которая, по словам священномученика Игнатия Богоносца, есть не что иное, как лекарство бессмертия. Ведь только в том случае, если мы дадим Богу место в своей жизни, и Бог даст нам место в своем блаженном царстве. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok